Бендер и станция скорой медицинской помощи. Несколько бригад медиков вернулись из Кишинева. Там повышали квалификацию. В симуляционном центре медицинского модулирования учились новым методом реанимации больных. Сейчас они проходят именно курс сердечно-легочной реанимации. Базовый комплекс и расширенный комплекс. Это может быть при различных ситуациях, это может быть и при утоплении, это может быть и при клинической смерти. То есть, чтобы бригада могла разработать определенный автоматизм, чтобы могла синхронно работать. Курсы прошли медики из Тирасполя, Григориополя, Днестровской и Каменки. В сентябре и октябре в Кишиневском центре ждут врачей и медсестер из Дубосар, Рыбницы и Слободзеи. Алина закончила Тираспольский медколледж. Скорой работает уже два года. Много знает и умеет. Но учиться нужно постоянно, считает молодой специалист. Сердечно-легочную реанимацию мы проходили как бы заново. Где-то какие-то могли быть поправки, изменения новые. Две части – теоретическая и практическая. И мы на манекенах, которые реагируют на наши действия, мы на них работали. Учились отрабатывать правильно навыки, эффективно, чтобы была сделана сердечно-легочная реанимация. До поездки в Кишинев все медики прошли онлайн обучение и тестирование. А после практики сдали экзамены, получили специальные сертификаты. Программа повышения квалификации наших медиков работает благодаря сотрудничеству Минздрава Приднестровья с Международным Красным Крестом. И еще. Бригады скорой помощи получили специальные медицинские рюкзаки. «Что находится в этом рюкзаке? Есть определенные сектора по определенным цветам. Если взять красный сектор, что здесь находится? Здесь находятся мешок комбок, воздуховоды, рентгенальные маски как раз для оказания реанимационной пособиции. Бригада точно знала, что нужно взять для определенного случая». Курсы повышения квалификации наших врачей в Кишиневе продолжат. Вся программа рассчитана на несколько лет.